Недавно я была на конференции, была одна из этих тем, но я не пошла на эту тему, поэтому не могу вам ответить. Я не знаю, может это музыка опять? Это что? Это вирус какой-то? Нет. Нет? Что это? Это с моим сыном, или поговорим, он тоже всю ночь за комплектом сидит. Биткоины? Даже не знаю. Не знаю, просто слово, но ни о чем мне не говорит. Это все очень сложно, мне пытались объяснить. Это как транс-валюта, когда кто-то делает что-то, это переводят в эту валюту, и потом это можно купить, и это все зашпробовано через какой-то код. У меня друзья занимаются этим, знакомые, пару человек, но я так не интересуюсь, если честно, не знаю. Это как Форекс или что там, да? Типа наподобие того, что с валютой делают, нет? Коин – это монета, да, по-английски. А бит – это какая-то единица информации. Ну, это электронная валюта. Виртуальные деньги. На черном рынке типа используется, наверное, или как, я не знаю. Так не уникала, если честно, не знаю. Не пользуется никто у нас. Блокчейн, биткоин, электронная валюта. Вроде как. Вроде бы. Вроде бы, да. Ну, альтернативная валюта, не связанная с банковской системой, с правительством. Ну, мне кажется, такая, ну, как мне показалось, это немножко стрёмная вещь. Валюта, ну, не обозначенная ничем. Просто насколько они реальные, эти биткоины, тут как бы, ну, понимаешь, что они оправданы там, или, как это сказать, золотом, да? А биткоины, на чем они основаны? Ну, это вам так кажется, что они не подкреплены. А на самом деле, все это подкреплено, но не напрямую связь. Читал, что люди, как, что-то были, жалеют сейчас, что не покупали потом, что выросли. И всего, больше ничего не знал. Один биткоин, там, вроде, тысяча долларов. Ну, короче, это очень большая валюта. Очень хорошая. Ну, некоторые были уверены, что и на МММ разбогачеют. Может, и пирамида. Ну, они же поднимаются, ускукали тоже. Нет, это не развод. Вот биткоины, это не развод. Вот биткоины, я знаю. Ну, я пользуюсь тоже такой фигней. Только она называется Нимсис. Вот, очень похожая штука. Вот. И работает. Покупался кроссовки, да. Реально привезли. Во всем мире уже давно она используется. И никаких проблем с этим нету. Поэтому, ну, люди все новое, мне кажется, воспринимают с такой осторожностью. Так что, я думаю, что привыкнуть стоит. Храните деньги в сберегательных кассах. Все они у вас, конечно же, есть. Знаете такое? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова П ER grants.